В небе над Челябинской областью состоялся воздушный крестный ход. Митрополит Челябинский, Златоустовский Никодим и 27 военных священников молились великомученику Георгию Победоносцу о благополучии Отечества. Подробности в сюжете наших южноуральских коллег. С Челябинского аэродрома Шагол в небо поднялся самолет с необычной миссией. Ту-134 принял на борт митрополита Никодима и духовенство Центрального военного округа. На воздушный корабль занесли икону и мощи святого Георгия Победоносца, чтобы облететь с ними всю область по периметру и совершить молебен о защите нашей малой родины. Поскольку покровителем военного сословия является прежде всего великомученик и Победоносец Георгий, частица мощей которого находится у нас здесь в городе Челябинске, то совместно и с представителями вооруженных сил России и Русской Православной Церкви вот и было принято решение осенить Челябинскую землю вот таким небесным благословением по молитвам великомученика Победоносца Георгия. Пока самолет набирал высоту, все строго сидели на своих местах, согласно инструкции. Но как только самолет выровнялся над облаками, митрополит Никодим и его соратники приступили к выполнению своей миссии. На протяжении всего полета молились святому покровителю русского воинства, великомученику Георгию Победоносцу, читали Акафист перед частицей его мощей. И вместе с митрополитом Никодимом молятся 27 военных священников. Все они прибыли в Челябинск на ежегодные сборы военного духовенства Центрального военного округа, обмениваться опытом пастырской работы в армии. Такие сборы у нас уже становятся традиционными. И здесь мы собираемся вот в этом году уже четвертый раз. Но впервые эти сборы проходят в Челябинской области, на канонической территории Челябинской митрополии. Воздушный крестный ход проходил на высоте 3000 метров. Не слишком низко, но и не слишком высоко. При желании воздушное судно со святыней на борту мог увидеть в земле любой человек. Во главе с владыком митрополитом мы облетаем в Челябинскую область и молимся, чтобы Господь сохранил нашу родину, наших сослуживцев, наших военнослужащих и жителей нашей области. От всех бед, напасе, молимся о здравии, долгоденстве и всех жителей нашей области. Военным священникам по роду своей службы не раз приходилось бывать на учениях и заданиях вместе с солдатами своих воинских частей. Они поднимались в горы и ночевали в чистом поле вместе со взводом. Но молитвы над облаками в их практике еще не встречалось. Интересно, что многие из священников в прошлом военнослужащие. Наша самая главная задача – это укрепление боевого духа, это выполнение богослужебной деятельности, удовлетворение религиозной потребности военнослужащих, это духовно-нравственное воспитание военнослужащих, ну и, естественно, содействие командирам в укреплении воинской дисциплины, боеготовности и правопорядка. А также, естественно, такая важная задача – это профилактика суицидов. Потому что к священнику военнослужащий подойдет тогда, когда он к офицеру не подойдет. За два часа военный самолет облетел границы Челябинской области. Маршрут пролегал на Троицком, Магнитогорском, а затем через Латауст, Мясо, Чебаркуль, крестный ход вернулся в Челябинск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова